Здравы будьте! Сегодня мы начинаем разбор мифов, относящихся к эпохе Стрельца, к эпохе Кентавраса, или в греческом варианте Кентавра. Но перед этим я хочу сказать вот о чем. Книга Каледы, из которой я, собственно говоря, и беру славянские мифы, разделена на эпохи, 12 эпох по числу знаков Зодиака, о рождении которых, о рождении духов, этих знаков Зодиака или Сворожичей, шла речь еще в первых мифах. В каждой эпохе относится ряд мифов, которые, по моим наблюдениям и по моему глубокому убеждению, раскрывают мистерию той эпохи, того знака Зодиака, к которому они относятся. Дело в том, что каждый знак Зодиака отражает один из универсальных законов Вселенной, один из божественных законов. Если мы поймем суть каждого закона, или, иначе говоря, раскроем мистерию каждого знака Зодиака, то у нас в руках будут не какие-то там, а божественные ориентиры, опираясь на которые мы сможем избежать многих ошибок в нашей жизни, а значит, будем гармоничнее, а значит, будем ближе к своему состоянию богов Ясуней, наших создателей. Но если мы их уже совершили, эти ошибки, то сможем сделать работу над ошибками, для чего мы, собственно говоря, и приходим в мир материи, ну, естественно, кроме того, чтобы еще и развивать себя. Например, часть предыдущих видео была посвящена разбору мифов, относящихся к эпохе Козерога, к эпохе влияния темных сил. Высшая мистерия знака Козерога раскрывает суть Спасителя, то есть кто такой Спаситель, кого можно назвать Спасителем, и как, и чем он, в конце концов, спасает. В мифах раскрываются как правильные, так и неверные ориентиры. Вот миф про Индру, который вроде бы шел воевать с демонами Вия, вроде бы действовал как Спаситель во благо жизни, но в своей ярости и необузданности, в своей страсти убил и виновных, и невиновных, да и воевать он должен был по-иному. Далее миф про Волха. Он тоже вроде бы был Спаситель для людей, желая им благо, вроде бы сделал им хорошо, и засеял им поля, и научил их вспахивать и взращивать зерновые культуры, и научил их праздновать праздники и одежду шить, вроде бы сделал им хорошо, однако за неподчинение тоже поубивал и покалечил много народа. А пересилив своей силой, своей ненависть и ярость своего отца Индрой, пал еще ниже и стал мужем змеи, то есть стал смертным, унаследовав от отца темное царство. Разве можно в этих двух случаях назвать Индру и Волха истинными спасителями? И так бы Волх и остался в темном царстве, если бы не любовь Леля. И вот через миф о спасении Волха из темного царства, силой любви, силой преданной любви Лели, мы наконец видим, что такое настоящее спасение и чем спасает настоящий Спаситель, действуя через любовь. Любовь спасающая. Любовь, которая проявляется в разных аспектах и спасает. Я сделаю позже общий вывод по каждой эпохе, то есть по каждому знаку Зодиака, по раскрытию мистерии каждого знака Зодиака после разбора всех мифов из книги Каляды. А пока вернемся к эпохе Стрельца, управителем которой является бог Китаврас, полуконь, получеловек. Ну естественно, все это надо понимать символически. Я зачитаю миф полностью, а потом разберем его символическое значение. Высоко на своде небесном светлый месяц и звезды частые. Как склонялся к вечеру белый день, так выхаживал месяц на небо, говорил он так частым звездочкам. Все то в царстве моем поженены, белые лебеди замуж выданы. Я один светлый месяц, хожу холостой. Как бы мне найти красную девицу с телом белым, как лебеди на крыло, чтоб была она станом своим статна и коса ее полна волосам, чтоб сквозь платье у нее тело виделось, а сквозь тело виделись косточки, чтоб мозг струился по косточкам и катался баскатным жемчугом. И ответили частые звездочки, есть такая девица красная, нет на белом свете другой такой, то жена златоокого хорса, молодая заря, зареница. Как у мужа живого жену отнять, как у хорса отнять молодую зарю. Во горах высоких и рийских среди звезд живет китовраз, только он многомудрый знает, как украсть зарю зареницу. И поехал по небу месяц, с облаков съезжал на вершины гор, с гор съезжал в долины широкие, и наехал в горах на высок шатер, что стоит у стройного ясеня. Вдруг услышал гром ясный месяц, зашатались горы высокие, затряслась земля сырая, то скакал китовраз по вершинам гор, он копытами скалы раскалывал, головой упирался в небо. Испугался тут ясный месяц, высоко на ясень забрался, в кроне ясеня укрывался. Китовраз полуконь, у шатра вставал, вынимал из уха золотой ларец, отмыкал его золотым ключом, молодую жену из ларца пускал. Китовраза жена русалочка, да такая она красавица, что и видом ее не видно, да и слыхом они не слыхано, очи у нее ясно сокола, ну а в ровушке черно-соболя, а под платьицем тело белое. Китовраз с женой пошел в шатер, стал с женой он прохлаждаться, стал с русалочкой забавляться, а потом заснул китовраз, а жена его из шатра пошла, разгулялась по долинушке и увидела ясно месяца, что упрятался в кроне ясеня. Ай же ты, распрекрасный месяц, ты сойди с высокого ясеня и со мною русалкою сделай любовь. Если ты меня не послушаешь, разбужу тот час мужа грозного, китовраз тебя не помилует. Что ж тут делать? Слез ясный месяц и повеленное сотворил, и спросил молодую русалку, как же сладить мне с китовразом, отвечала ему русалка. Ты налей вина в два колодца, ну а в третий наполни медом. Он ведь пить вино не умеет. Как проснется, захочет пить, и то час все выпьет в колодцах, захмелеет тогда без страха закуешь китовраза в цепи. Как задумано, так и вышло. Месяц все колодцы наполнил сурьей, хмельной и вином. Пробудился тот китовраз, начал пить вино из колодцев, осушил до дна все колодцы. Ах ты, винный, хмельной колодец, что ж тебе нет чистой водицы? Аль всю воду конь выпивал, грязь копытами выбивал. Ай же ты, виноградная ягода, ты меня совсем опьянила. Кинуть, брошусь я батюшки на руки, мне не спится и не лежится. Кинуть, брошусь я матушки на руки, мне не спится и не лежится. Кинуть, брошусь я к молодой на руки, мне и спится здесь и лежится. Китовраз бросался к жене молодой, засыпал рядом с ней беспробудным сном. И тогда пришел ясный месяц, заковал китовраза в цепи. Много ли, мало ли минуло времени, пробудился бог Китаврас. Стал молить он Ясного Месяца, ты меня отпусти на волю, все желания твои исполню. И сказал ему Ясный Месяц, я тебя отпущу, только ты поклянись, для меня добыть зареницу. Укради ее, Китаврас, у великого бога Хорса. И поклялся ему Китаврас, и сказал он Ясному Месяцу, Я срублю летучий корабль, посажу на нем распрекрасный сад, чтоб цветы деревья росли в саду, посажу кипарисово дерево, посажу виноградное дерево, и пущу птичек-певчих в зеленый сад, чтобы пели они песни чудные. И поставлю кроватку тесовую, застелю кроватку перинушкой, рядом с ней поставлю золоченый стол, застелю его камчатой скатертью, на столе будут яства разные, между напитков вино забудящее. Полечу на том корабле, напою зарю зареницу, и к тебе ее привезу. Китаврас собрался с корешенькой и построил небесную лодочку. Нос корма у нее позолочены, рытым бархатом обколочены, а борта иссечены жемчугом и увиты златым и серебром. И в той лодочке будто дивный рай, кипарисовый виноградный сад, в нем цветы цветут, птицы песнь поют. Убран яствами золоченый стол, рядом с ним кроватка тесовая. И поплыл к заре зареницы он по небесному своду синему. А в то время пресветлый великий хорс собрался выезжать на небесный свод и пошел светлый хорс по воде золотой и взошел на свою колесницу. Провожала его зареница, говорила ему таковы слова. Ты великий хорс, красносолнышко, как мне ныне спалось, во сне виделось, как из нашего сада зеленого увозили белую лебедь, и с руки моей правой спадало колечко. Отвечал заре зареница хорс, ты спала заря, сон ты видела, не украли у нас лебедь белую. Так сказал светлый хорс и на небо пошел. И приплыл на лодочке китов раз, он пришел к заре, поклонился ей, передал поклон челобиде. Ты заря зареница пресветлая, ты прими, дорогие подарочки, о твоей красоте слышал весь белый свет. Твое тело бело, как лебяжье крыло, и сквозь платье тело просвечивает, и сквозь тело видятся косточки, и твой мозг струится по косточкам, и катается скатным жемчугом. Китов раз на лодку зарю проводил, и привез ее в распрекрасный сад, и сажал за стол золоченый, и давал он ковш молодой заре, предложил ей выпить напиточек. Выпивала заря зареница, питье того забудящего, и забыла она о хорсе. И сказал китов раз молодой заре, поплывем мы к светлому месяцу, месяц наш пожелал, чтобы ты была в его царстве звездном, царицую, чтоб считала ты звезды частые, привечала ясного месяца. Отвечала ему молодая заря, коль поедем мы по земле, хорс нас лютым зверем настигнет, полетим на крыльях пчелиных, ясным соколом долетит, в синее море догонит щукой. Ты не бойся заря зареница, напущу я туман, тучи темные, не увидит нас златоукий хорс. Поднимал зарю китов раз, на кроваточку клал, тесовую и уплыл с царицую по небу. И вернулся домой златоукий хорс, а зарей зареницы его жены уже и в чертогах нет небесных. И спросил сварога пресветлый хорс, ты сварог великий, небесный царь, где искать, скажи мне, зарю мою? Отвечал сварог хорсу светлому. Китов раз украл у тебя зарю и увез ее к ясному месяцу. Ты езжай, хорс, вслед за угоною и возьми с собой мой турий рог. Станешь в рог трубить, я на помощь пошлю все свое небесное воинство. Первый раз протрубишь, все взнуздают коней, как второй протрубишь, оседлают коней. Третий раз протрубишь, жди моих сыновей. И поехал хорс в соугонную, побежал по земле лютым зверем, не нашел зарю зареницу. И нырнул он в морюшко щукой, не нашел он в море беглянку. Распустился он ясным соколом, за туманом не нашел зарю. Прилетел он к терему месяца. Месяц светлый в то время по небу шел, лишь заря оставалась тереме. И сказал заре зареницы хорс, Гой, еси, ты моя молодая жена, ты ступай домой скоро-наскоро. И сказала заря хорсу светлому, У тебя мне жить тяжелешенько, по утрам вставать, долго мыть лицо, и молиться, и славить Бога. Здесь все месяца жить привольно мне. Утром здесь встают, и не моются, и всемушнему Богу не молятся. И спросил светлый хорс, молодую зарю, Если месяц придет, как мне спрятаться? Я тебя укрою периною, и укрою тебя легким облаком. Как вошел ясный месяц в тере, так заря распорола перинушку, и укрыла его легким облаком, а потом спросила у месяца, Что б ты сделал, муж, если б хорс был здесь? Я отсек бы ему буйную голову. Развернула заря ту перинушку, отрубай ему буйную голову. И сказал тогда Бог пресветлый хорс, Уж ты, го, и си светлый месяц, напоследок дай протрубить мне в рог, попрощаться с зверями и птицами, и проститься мне с белым светом. Что ж, сыграй напоследок могучий хорс. Первый раз затрубил в туре рок-бок хорс, всколебалась о мать сыра земля, преклонилась и все дубравушки. Убоялся тогда ясный месяц. Это что там шумит во дубравушках? Это птицы летят из-за горы морей, бьют крыльями они о дремучий лес. Протрубил и второй раз великий хорс, всколебалась мать сыра земля, горы дальние порастрескались. Убоялся тогда ясный месяц. Это что там шумит во далеких горах? Это туры бегут по крутым горам, а сырую землю копытами бьют. Как играл светлый хорс, потрясалось небо. Рассыпались хоромы месяца. В третий раз протрубил яснолицый хорс, всколебалась о мать сыра земля, так гром дошел до сварги сварожей. Тут раскрылись небеса, и явились сыны свароговы. На крылатых конях сварожичи прилетели огонь Семаргал. Вслед за ним и велес корович, и стребок закружил вихрем яростным. И сказал Семаргалу великий хорс, месяц ясный украл у меня жену, молодую зарю-зареницу, покарай похитчика, брат родимый. И тогда Семаргал разрубил мечом ясный месяц, лихого похитчика, и вернул зарю-хорсу светлому. И омылась заря в водах Ирия, вернулась к хорсу светлому. И с тех пор ясный месяц на небе тщетно ищет зарю-зареницу, и не может найти молодую зарю. Вырастает опять, но Семаргал огнебог вновь мечом его разрубает. Говорил Китаврасу могучий хорс, что вину искупить должен ты на камне Алатыре для Всевышнего Бога сдвигнуть храм, из камней возвести необтесанных, чтоб не тронуло их железо, и Алатырь не осквернило. И сказал Китаврас хорсу светлому, чтоб воздвигнуть из камня цельного на горе Алатырской храм, нужно нам просить Гамаюна. Гамаюна в коготь обточит без железа камень Алатырь. И просили они Гамаюна, дал согласие Гамаюн, обтесал он камень для храма. И воздвиг Китаврас на Алатыре храм великий Бога Всевышнего посвятил его Красную Солнышку. Был построен храм на семи верстах, на восьмидесяти возвезден столбах, высоко-высоко в Поднебесье. А в круг храма посажен Ирийский сад, отгорожен тыном серебряным, и на каждом столбе по свечечке, что вовеки не угасают. Был храм солнца длиной 60 локтей, в поперечину 20 и 30 ввысь. Были в храме окна решетчатые, были двери в храме чеканные. Был внутри он обложен золотом и каменьями драгоценными, и 12 дверей, и 12 окон были камнями изукрашены, с сердоликом, топазом и изумрудом, халькидоном, сапфиром и ясписом, гиацинтом, агатом и аметистом, хризалитом, берилом и ониксом. Оживали на стенах храма птицы каменные и звери, поднимались к небу деревья, травы вились, цветы цвели. Был возвигнут храм за единую ночь, высоко-высоко в Поднебесье. И теперь Китаврасу славу поют и Заре, и Хорсу, и Вилесу, и Симаглу, и Ясномесяцу. Итак, в предыдущем мифе, о котором не было еще видео, очень поэтически и образно рассказывалось, как Хорс, светлое наше солнышко, женился на Заре Зареницы. И с тех пор Заря стала вставать очень рано и выходить на небеса впереди своего мужа, который следовал за ней. Наши предки видели во всех явлениях природы проявление живых, разумных существ, проявление силы богов. Я согласна с этим, ибо нет ничего не живого в природе, все живо и разумно. Заря – это сила света солнца, символически его жена. Заря Зареница – красная девица. И вот месяц зарится на чужую жену, ибо и красива она, и умна. Чтобы отнять Зарю у Хорса, он находит Китавраса, так как только Китаврас, мудрый, ведает, как это можно сделать. Теперь остановимся подробнее на символике. Китаврас – это дух созвездия Стрельца. Представляется как получеловек-полуконь. В высшем смысле – это символ эмоционального начала, которое представлено конем, подчиненного разумному началу, человеку. Еще один символ знака Стрельца подтверждает это. Стрельца – это стрела, пронзающая полусферу, символ Луны, месяц. То есть речь идет об умении контролировать свое эмоциональное начало и включать разум, чтобы не уйти в него на поводу. Что говорит нам миф? Месяц – это эмоциональное начало, которому хочется чужую жену, пленяет Китавраса, напуская на него желание любовных эмоций. Три колодца вина и сурьи – медовой. И тот, подчиняясь этим эмоциям, едет похищать чужую жену. О чем предупреждает нас миф всех нас и особенно представители знака Стрельца? О том, что жажда любовных переживаний, излишняя привязанность к любовным эмоциям, животным инстинктам, приводит к изменам в супружестве. Здесь не только сам Китаврас, идя на поводу у эмоций, похищает жену Хорса, но и жена Китавраса изменяет ему. Перед представителями знака Стрельца особенно, да и перед каждым человеком в частности, ставится задача научиться контролировать свои эмоции разумом. Какие здесь еще упоминаются символы, по которым мы можем судить о знаке Стрельца? Золотой ключ, которым он отпирал Ларец, это ключ от небес, то есть знание божественных законов. И на самом деле со знаком Стрельца связано это самое знание вселенских законов. Ухо, в котором Китаврас носил Ларец со своей силой, женой. Сила в ушах, если можно так сказать. Уши связаны символически с восходящими и заходящими узлами в астрологии, которые в свою очередь связаны с законом кармы, что посеешь, то и пожнешь. То есть связаны с высшим судом богов, которые, кстати, согласно мифам, собирались для правосудия под деревом ясень, упомянутым также в этом мифе. Силу своих знаний Китаврас держал в Ларце под замком, ибо сила знаний это и есть жена Китавраса. Однако после того, как он выпустил ее в кавычках погулять в поле, а сам уснул, эта сила, соединившись с месяцем, с царем ночного небосвода, превращается в знания, направленные против самого Китавраса и способствует его пленению. То есть делясь своими знаниями, как учитель, не стоит спать. Итак, знак Стрельца раскрывает нам знания закона Всевышнего, по которым боги судят каждую душу. Это и есть высший суд, а не суд человеческий, который часто несправедлив. Недаром под покровительством Китавраса Стрельца находятся и жрецы, трактующие законы бога людям. Это высший жреческий огонь, посвященных. По греческой мифологии, которую греки, кстати сказать, передрали у наших предков, переделав на свой лад, бессмертный учитель Херон, который был кентавром, воспитывал божественных героев. Сама планета Херон экзальтирует знаки Стрельца. Но тут есть одна опасность. Нарушение закона возможно из-за того, что эмоциональное животное начало берет верх над разумным. И в принципе, в конце мифа говорится о том, что Китаврас за свою провинность выстроил храм. Что это был за храм? Это был храм 12 знаков Зодиака и их законов. 12 сфер жизни, через которые проявляются эти законы. Для каждого знака здесь также упоминаются и драгоценные камни, с ним связанные. Камни же, из которых был построен храм, нельзя было обрабатывать железом, чтобы не осквернить Аллатырь. Я думаю, что железо, рано как и медь, тут символизирует чисто земную силу, силу инстинктов. Птица же Гамаюн – это вестница Бога Всевышнего. Следовательно, если Гамаюн обтачивала камни для постройки храма, то это нужно понимать следующим образом. Храм был построен на том, что вещал Бог Всевышний. То есть, опять-таки, 12 знаков Зодиака представляют собой 12 входов в храм Всевышнего и передают 12 законов Всевышнего, исходящие от него, согласно которым устроена наша жизнь. Отклонение от этих законов по разным причинам – незнание, искушение, слабость и дыевый, включая действия закона кармы, что приводит к прохождению души уроков в мире материальном. Далее еще один интересный момент в мифе. Что происходит с Хорсом, когда он, пытаясь вернуть свою силу жену Зарю, пребывать в дом месяца? Месяц может отрубить ему голову, так как Хорс, лишенный своей силы, силы света, которая его не помнит на тот момент, он слаб, но ему вовремя помогают сворожичи. Почему же Китоврасу все-таки удается увезти Зарю у Хорса? Помните, перед этим Заря сказала своему мужу, что ей приснился сон, в котором ее увозят, на что Хорс ответил, что это был всего лишь сон и не обратил внимания на знак. А ведь через сны нас часто предупреждают, наверное, для того, чтобы мы могли повлиять на ситуацию. Невнимание к знакам может нам дорого стоить. Интересно, что и сон, и туман, который напустил Китоврас, чтобы скрыться от Хорса, связаны с Нептуном в астрологической традиции, а Нептун – это второй управитель знака Стрельца. Итак, измена не приветствуется нашими предками. Заря Зареница, очистившись в Ирии, обретя вновь свою изначальную чистоту, возвращается к Хорсу. Китоврас строит храм Всевышнему, храм знаний о высших божественных законах, чтобы искупить свою вину несовладания с эмоциональным и животным началом. А что же месяц? Он по-прежнему ищет на небосводе свою любовь к Зарю и не может найти. Мне кажется, что какую-то часть силы Хорса он все-таки оставил себе, иначе как бы он сейчас светил на ночных небесах. Благодарю всех за внимание.